В фирменных фонагории появилась вот такая новинка. Это вроде как серия Сюрли, хотя спереди надпись Сюрли исчезла, но сзади она осталась. Почитаем, что написано на контр-этикетке. Вино с защищенным географическим указанием Кубань, Таманский полуостров, сухое красное, фонагория Кле-Рет, Сюрли. То есть это Сюрли. И как они читают вот эту надпись Кле-Рет. Хорошо, хоть не Кларнет. Хорошо. Год урожая 23-й. Алкоголь, алкоголь, алкоголь. 13 ровно. И дата розлива 06-06-24. А теперь я зачитаю информацию с сайта, потому что она очень интересная. Итак, вино создано из винограда сортов Саперави, Каберне Фран, Пиненуар и Каберне Савиньон. 23-го года урожая с лучших фонагорийских виноградников региона Кубань-Таманский полуостров при строгом контроле урожайности. Что, кстати, важно. И вот самое интересное. Для формирования такого стиля в нашем новом красном вине использовались нестандартные инновационные энологические приемы. Например, технология по белому для винограда сорта Каберне Фран. А я напомню, он тут указан вторым. И кратковременная криомоцерация мезги для винограда сорта Саперави. Филигранный ассамбляж позволил соединить различные сорта винограда в цельную гармоничную композицию. То есть, получается, Саперави, который тут написан первым, сделан по розовой технологии. Каберне Фран, который тут написан вторым, сделан по белой технологии. А Пинануар и Каберне Савиньон, раз про них ничего не сказано, сделаны наконец-таки по красному. И в итоге у нас получилось... Розе? Красное. Красное сухое вино. Это очень интересно. Что же у нас тут? И еще не открывая эту бутылку, я хотел обратить внимание вот на что. Нынче модно делать бутылки без колпачков. Чтобы была бутылка, этикетка и все. Но это очень негигиенично. Где там эта бутылка валялась? Да, и вот это все не прикрыто. Я потом салфетками это протираю. То есть, мазхака этим страдает. Хотел сказать, раевская, но это же мазхака. Короче, мазхака этим страдают. А вот Фоногория придумали классный выход. Просто прозрачная термоусадка. Изящество и красота минимализма остались на месте, но в то же время гигиена не пострадала. Ну-ка. Если оно еще откроется хорошо, то будет вообще замечательно. Ну-ка. Все прекрасно. Да. Клорет. Кларнет. Кларнет. Ну, это же все равно не клорет. Ну да. Когда я написал именно клерет, оказалось, что есть такой сорт винограда. Но он тут не присутствует. Любопытненько. Пробка не брендированная, но довольно длинная. Пахнет вином. Так вот мощно вином пахнет эта пробка. Окрашена она средняя. Вино довольно прозрачное. Оно совсем прозрачное. И по цвету это что-то среднее между насыщенным розе и красным. Не знаю, будет ли видно, но оно прям светится. Оно абсолютно прозрачное. Такое темное розе. Аромат. Клубника-малина. Клубничный компот. В который насыпали еще и малины. А пинонуар что-то где-то в глубине списка, насколько я помню. Да, предпоследний. А вначале саперави. Может это Каберне Фран по-белому дает клубники? Он же родственник Каберне Савиньона. Который по-белому дает клубники. И они вместе с пинонуаром, да, вот это вот. Ух. Колыхнем. Так появляется одновременно и сливочность, и терпкость. Терпкость кожи. Да, животинка какая-то, видимо, кожа. Аж вино полетело. Что-то бокал маленький взял. Да, но я решил взять такой бокал. Терпкость кожи, клубника и сливки. Появились специи. Очень занятный, интересный аромат. Какой-то крем-брюлешный, да, такой? Ирисочный момент появился. Есть такой. Мне все кажется, что тут есть коровник где-то вдали. Коровник присутствует. Но вдали. Давай пробовать. И во вкусе вот эта ирисочность, вместе со сливочностью и клубникой, играют очень слаженно, мощно и, конечно же, очень девчача. Девчача. Да. Если бы не высокая кислотность, было бы совсем девчача. Но кислотность очень высокая. Этим вином надо поить тянок. Или, может быть, фей. Не знаю. Альтушек. Нынче альтушке модно. Вот это мне абсолютно не нравится слово. Мне тоже. Но это модно. Ну, это... Я, наверное, уже старый, просто хрен его знает. Я почитал, что это значит, что это плохо. А что это значит? Я не помню, что это значит, но я помню, что мне это не понравилось. Помнишь, они должны быть в толстовках. Тянки, тёлки. Нет, тёлок не поймут. Тёлок на алыхны поить. А вот тянок можно. И феечек тоже. Альтушки обойдутся. Что это вообще за это самое? Это похоже на пенонуар, в который добавили каберне. Собственно, это оно и есть. А саперави где? Не знаю. Вот как-то саперави я выраженного тут не чувствую. У меня вот полное ощущение пенонуара с каберне. То есть от каберне идёт терпкость. От каберне идёт вот эта вот... Тельность. Тут есть некоторая. Ну, такое ощущается, да? И клубника, да, ты права. Это клубника, в том числе, кабернешная. Ведь когда каберне делают по белому, по розовому, оно всегда клубничное. И эта клубника не только пенонуарная, а эта клубника ещё и кабернешная. Ну да, пенонуарная, она была бы сразу в грязи вся, а коровник-то далеко. Да-да-да. И это даёт очень интересный вкус. Да, как будто конфеты коровка ешь и заедаешь такой кисленькой клубничкой. Может, и компотом заодно запиваешь. Оно по ощущениям лёгкое-лёгкое. Простое, компотное. Но в то же время в нём и тельность какая-то есть. И терпкость более серьёзная, да, чем какой-то компот. Что возвышает его над такими дешёвыми компотными винами. И как оно тебе? Вот что ты можешь сказать об этом вине? Я могу сказать, что это что-то такое, чего я раньше не пробовала. Оно запоминается. Запоминающееся вино интересное. Сколько оно стоит? Ну, как крюха. Ну, в принципе, под настроение можно. Потому что это нечто необычное. Это можно покупать, там, типа, подруга такое не пробовала. Надо её удивить. Вот знаешь, сейчас я его пью. И на самом деле вот эта тельность, тяжесть, терпкость. Может быть, тянкам это и не понравится. Как-то сейчас вот пошло тяжело. Не в плане того, что заходит тяжело. А ощущается вот такой тяжестью. Казалось бы, такая розовая фигня какая-то. Но терпкость, тельность в нём присутствуют. То есть реально что-то между розе и красным. Честно говоря, я думаю, что это понравится далеко не всем. Потому что кому-то, кто хочет тельности и терпкости, не понравится вот эта вот лёгкость и компотность. Вот эта няшность. А кому-то, кто хочет милой розешки, не понравится вот эта тяжесть. Да, это как будто милая девочка с розовыми волосами выходит на сцену и начинает петь мужским голосом гроулингом. Именно мужским гроулингом? Да, таким мужским гроулингом. Почему не женским гроулингом? Ну ладно, женским. Если она поёт женским гроулингом, то недостаточно сурово, да? Да. Ну хотя нет, но не настолько сурово. Ладно, пусть женским поёт. А так говорит милая девочка в розовом платьице, выходит на сцену и начинает петь гроулингом. Вот. Ну это такая типичная японская группа какая-то. Вот оно такое. Я же говорю тянки. Ну тянки они и есть. Как-то даже я вот что-то не определюсь. А мне нравится. Тебе нравится, да? Да, мне нравится. Тебе нравится. А мне как-то вот, у меня немножко распадается ощущение на вот эту тяжесть и вот эту няшность. Я не пойму, то ли тяжесть тут лишняя, то ли няшность тут лишняя. То ли я ещё просто не въехал. Но в целом это вкусно, это интересно. Вино довольно разнообразное и необычное. А там смотрите, мы вам примерно его описали. Если вас это вдохновило, то в фирменных оно есть. Когда я покупал, было даже по скидке. Как интересно, слушай. Тут надо будет сидеть и думать. Думать над розешкой, да? Это не розешка. Это розешка переросток. Розешка переросток. Оно гроулингом поёт. Ну да. Страшным голосом. Как ребёнок в детстве говорил на гроулинг, помнишь? Хока поёт. Именно. Продолжение следует...